Hello, my dearest friend. Сегодня мы с тобой продолжаем говорить без всяких вступлений. Мы продолжаем говорить с тобой о наших любимых предметах и нелюбимых, о всех предметах, которые мы изучаем в школе. Итак, первое задание. Have a talk in pairs. Поговорите вдвоем. When is sport? Когда у нас есть культура? Помним, что when, задаем вопрос, когда. When is sport? It is, так как физкультура, любой предмет, неодушевленный, поэтому мы его называем it, оно. It is on Tuesdays and Thursdays. По вторникам и четвергам мы только раз используем on, то есть после and не надо еще раз on писать. It is on Tuesdays and Thursdays. Поговорим давай дальше. When is reading? Когда чтение? Ну, допустим, я не знаю, когда у тебя лично чтение. У меня пусть оно будет it is on Mondays, Wednesdays and Fridays. Пусть у меня оно будет три дня в неделю. When is math? А когда математика? It is on Mondays, Tuesdays, Wednesdays and Thursdays. Вот у меня четыре дня подряд математика будет. When is art? А когда у нас искусство? When is art? Когда рисование? It is on Wednesdays and Fridays. Оно у нас, допустим, по средам и пятницам. А когда у тебя эти предметы? Can you remember? Ты можешь вспомнить. Если не помнишь, то look at your timetable. Посмотри на свое расписание. Ну что ж, и упражнение номер два. Сегодня вот такой компактный у нас урок получится. У нас здесь такая песенка. Ты ее сможешь прослушать еще раз. Естественно, аудио есть к уроку. Я тебе постараюсь сейчас его стишок этот прочитать. И просто перевести. Этот стишок является песенкой о мисс Поппинс, которая является суперучителем. Мисс Поппинс is a teacher. Мисс Поппинс – учитель. She teaches all day long. Она обучает, преподает целый день. She speaks and asks. Она разговаривает и спрашивает. And gives the tasks. И дает задание. And then she sings her song. А затем она поет свою песенку. И вот что она поет. Прямая речь. I am a super teacher. Я суперучитель. I teach kids all day long. Я обучаю деток целый день. I speak and ask. Я говорю и спрашиваю. And gives the task. И даю задание. To sing with me this song. Спеть со мной эту песенку. И дальше могут детки петь уже о мисс Уилкинс, допустим. О своей учительнице. Мисс Уилкинс is a teacher. И можно о своей учительнице создать, в принципе, такой же самый стишок. И потом спеть его. Попробуй спеть эту песенку самостоятельно. А теперь давай разберем задание в нашей тетради. В нашей activity book к этому уроку. Задание, я хочу сказать, может быть и простое, а может быть и не очень для кого-то. Здесь нам необходимо написать нашу деятельность на определенном уроке. Ну, допустим, на уроке чтения понятно, что мы читаем. А сейчас нам нужно придумать еще пять примеров того, чем мы можем заниматься на разных предметах. Ну, и как вариант, что мы можем делать на разных предметах. Красным выделено то, что нам необходимо подставить вот по нашему заданию, по вот этому. То есть я все это перенесла на свой такой вот холст, там, где я работаю. Итак, we do sport at sport lessons. Мы занимаемся спортом на уроках физкультуры. We do sums at math lessons. Решаем примеры на уроках математики. We draw, рисуем at art lessons. На уроках рисования. We sing songs. Мы поем песни at music lessons. Хотя британцы и американцы в школах, я знаю, не только поют песни. У них там профессиональный хор есть. И не играют на профессиональных музыкальных инструментах. We learn new words at English lessons. Мы учим новые слова на уроках английского. Ну, конечно, на уроках английского нельзя только ограничиться новыми словами. Ну, в принципе, как и на другом уроке. Но мы выбираем только одну деятельность с тобой. Окей. Можешь использовать эти примеры в выполнении своего домашнего задания. Ну, в выполнении своего, в принципе, задания. Exercise 2. Match to make a dialogue. Соедини, чтобы сделать диалог, а затем запиши. У нас есть вопросы. И у нас есть ответы на эти вопросы чуть ниже. Вот они все. Как видишь, к первому вопросу уже есть ответ. А теперь я просто помогу тебе и подскажу, какой ответ, какому вопросу нужно записать. Например, is it our new timetable? Это наше новое расписание? Ну, конечно же, ответ будет краткий. Yes, it is. То есть, вот это вот третье. Необходимо троечку написать вот здесь рядом и переписать третье выражение. Yes, it is. When is art? Когда у нас рисование? Ответ первый. Единичку. It is on Friday. У нас рисование в пятницу. I like math and sport. Мне нравится математика и физкультура. What lessons do you like? А какие уроки тебе нравятся? I like English and reading. Мне нравится английский язык и чтение. Sport is my favorite lesson. Физкультура мой любимый предмет. Favorite, напоминаю. Любимый предмет. Если забыл, запиши сверху еще раз. Вот прям над этим словом. Любимый. What is your favorite lesson? Ну, естественно, на уроке английского языка и в тетради по английскому языку любимый предмет будет English. Английский. English is my favorite lesson. I like to speak and sing in English. Ставим двоечку и переписываем полностью это выражение вот сюда. Если предмет английский нелюбимый, не пиши. Напиши математика, напиши рисование, напиши физкультура, напиши, что тебе хочется абсолютно. Я разрешаю. Только потом вместо вот этих вот выражений to speak and sing in English просто напиши. I like to jump, например. Если это физкультура, то я люблю прыгать. Я люблю заниматься спортом. Я люблю, если чтение, читать. I like to read. Напиши, пожалуйста. Я разрешаю абсолютно свой любимый предмет указать. Окей. That's all for today. That's all for now. Thank you for your attention. Learn new words. Как всегда в конце каждого урока. Учи новые слова. Пытайся их использовать в наших мини-диалогах. Ну что ж, that's all for today. Goodbye. See you.